Я напоминаю, что в эфире программа «Культурный шок» на телеканале ТОН-ТВ, я ее ведущий Марк Отлярский, и у меня в гостях очень интересный собеседник, импресарио, как он себя точно назвал, ограничив, как бы разграничив функциональные обязанности между продюсером и импресарио, Борислав Бабинский, и мы продолжаем, собственно говоря, прерванный с ним разговор, говорили мы о том, что, безусловно, импресарио, который берет какой-то готовый продукт для того, чтобы использовать, должен прекрасно, во-первых, знать, на кого этот продукт рассчитан, а во-вторых, прекрасно отвечать, скажем так, за качество поставляемого продукта. Но это все правильно, но, скажем, вы понимаете, ведь сложность ситуации заключается в том, что вы, в принципе, вступаете как бы вот на вазя, планируя, кстати, когда вы начинаете свой первый проект? 1 ноября. То есть 1 ноября вы уже кого-то везете в Россию, да? Да, не в Россию, сюда вызывали. Сюда нет, это касается, я имею в виду, в Россию. Да. 8 декабря. То есть 8 декабря вы начинаете этот проект. То есть вы себе, с другой стороны, как бы, то есть как бы первые, кто вступает практически на эту стезю. Я знаю, что были попытки, но все это в основном было Москва-Питер, или как бы это были корпоративы, как вы правильно говорите, куда приглашают как бы артистов, я просто не буду их называть. Их очень мало на самом деле, как бы их немного. Но я все время как-то считал, что это очень жаль, потому что потенциал колоссальный. Я тоже считаю, что это очень жаль, что не развита работа импресарио в сторону России. Что, во-первых, это огромный рынок. И самое главное, что там действительно есть кого показать. Ведь в Израиле живет и работает большая плеяда и выходцев из бывшего СССР. И, невзирая на это, выросла новая плеяда, молодое поколение великолепных исполнителей. И поверьте мне, что я очень сожалею о том, что очень сложно их туда вывести. Но я иду на этот риск, потому что я как бы не вижу другого пути на сегодняшнем этапе своей работы. И я думаю, что это будет интересно. И те, кто поедут и вкусят плоды этой работы там, наверное, как брошенный камушек. Ну, их-то, я понимаю, да. С ними понятно. Люди творческие. Если есть какая-то в них востребованность, они, конечно, на это пойдут. Это понятно. Но как вы убедите ту публику российскую, что то, что вы везете из Израиля, это интересно? Вы знаете, я вам скажу, что не поймите, не примите мое высказывание за бахвальство. Но общаясь с первыми руководителями, я подчеркиваю, с первыми руководителями на площадках в той же Сургутской филармонии, в той же Тюменской филармонии, в Глянской филармонии, я всегда спрашиваю, а интересно вам будет приезд артистов из Израиля? Они говорят, да, это было бы интересно. И я им отправляю тот материал, да, изюме, аудио, видео. И я говорю, вы посмотрите, прежде чем сказать да, вы определите. И вы знаете, вот пришли ответы на мои запросы, на мое предложение, и многие руководители площадок говорят, что да, это интересно, но как бы должны понимать у каждого большого симфонического оркестра свои планы на год вперед, и вписаться просто в это как бы очень сложно. И не всегда, вы знаете, есть смысл приглашать, предположим, того же оперного певца или даже инструменталиста с сольным концертом, потому что это очень сложно. Да, вы правы, на незнакомое лицо, немедийное в России, публика пойдет, ну, как бы очень скептически. А вот если с ним или с его участием, или при его участии еще работает местный симфонический оркестр, камерный оркестр, работают местные солисты, и то есть это получается как бы не просто программа одного исполнителя, но он является главным действующим лицом этой программы, то публика, конечно, придется интересом. Первый раз – да. Второй раз – это будет уже даже сольный концерт. Уже не надо будет на этой площадке этим зрителям объяснять. Но кроме всего прочего, есть еще каналы телевидения, есть пресса, есть газеты. Ну, конечно, это обычная подготовка. Да, обычная подготовка. Что называется раскрутка, обычная подготовка, которая, так сказать, это самая. То есть мне вообще кажется, что перенеся акцент, как вы правильно сказали, перенеся акцент, ну, мы ее условно назовем российскую провинцию, потому что сегодня из Израиля до любого на самолете прямые рейсы в Хабаровск, там, я не знаю, так сказать, в тот же Екатеринбург, там и так далее, там 3-4 часа и ты уже там в Екатеринбурге. То есть о какой провинции вообще можно может идти? Вот, но это, мне кажется, очень действительно правильный, как бы, шаг. Вопрос в том, как бы, действительно, вот как вы думаете, кстати, хотел бы я спросить тоже, какие тернии могут вообще поджидать вас на этом пути? Вы думали над этим? Вы уже, как бы, тем более, что вы, как бы, думаете, как шахматизм, надо думать на несколько ходов вперед. Какие проблемы могут возникнуть? Да, тернии, проблемы, да. Ну, проблема может быть только одна. Завышенный гонорар исполнителя, от которого можно отказаться. Ну, это да, так от него можно отказаться. От можно отказаться. Других проблем, таких проблем глобальных, из-за которых можно было бы там переживать и как-то возникать какие-то сложности. Нет, ну, во-первых, я везу не очень большой коллектив. От двух человек, там, ну, до пяти, до шести, да. Это не 60 человек группа, которую нужно обеспечить проездом, проживанием и всем, что с этим связано. Есть одна особенность. Я, если так будет позволено сказать, национальная особенность. Некоторые исполнители, с которыми я общался, одним из условий передвижения по Российской Федерации просят предоставить личную охрану. Это, по-разному, зачем? Я тоже, я задаю вопрос, на что мне, как бы, отвечают, что так положено. Я говорю, вы мне покажите тогда бумагу, кем положено, кем это предписано. Если вы боитесь за свою личную жизнь, да, пожалуйста, ну, новых проблем найдем, охрану предоставим. Но я не вижу никаких других причин, для чего, почему нельзя было поехать. Скажите мне, есть у вас какая-то, вот как у любого творческого человека, импрессарию стоит творческий человек, и то, что вы рассказали, это, конечно, элемент творчества, безусловно, присутствует. Есть какая-то вот задумка такая мощная, которую вы бы хотели осуществить? Как бы вот такая, то, что давно сидит в сознании, что называется. Да, есть. Мы вот с Ритой, когда с ним познакомились, когда начали общаться, у нас обоих прозвучало желание сделать большой международный фестиваль на патриотическую тему здесь, в Израиле. Что значит патриотическую тему? Я не очень слово патриотическое просто люблю. А, значит, памяти погибших воинов во всех войнах Израиля. Потому что есть фестивали, ну, это фестивали фольклорные, это фестивали юных пианистов, юных вокалистов. А мы хотим сделать фестиваль, который воспевал бы мужество израильских воинов, которые защищают свое отечество, которые погибли во всех антифадах. Ну, не только антифадах, а, скорее всего, войнах вы имеете в виду. Ну, войнах, да. Да, ну, это действительно масштабная задумка, которая требует очень серьезной подготовки. И, ну, подготовиться надо начинать еще вчера. Поэтому мы начинаем готовиться, мы ищем и спонсоров, и ищем исполнителей, ищем и правильное название, и правильное... Я вот о другом думаю, Бронислав. У меня такое сомнение одно некое, я, кстати, с Литой говорил на эту тему, и мы как бы пришли к мнению, к некоему согласию. Вы понимаете, здесь есть еще одна вещь. Если вы, допустим, как бы, я очень надеюсь, что вам будет сопутствовать удача. То есть, вы понимаете, как бы, на вас может хлынуть такой поток желающих, что, так сказать, понимаете, только успевай, как говорится, принимать их и отбирать. Потому что, как бы, вы понимаете, что, как бы, всех же не повезешь. То есть, как бы, должны быть какие-то критерии. Вот вопрос о критериях. Какие критерии вы для себя установили для отбора тех или иных исполнителей? Ну, понимаете, опираться, как бы, на свое личное мнение, это чревато. Оно может быть неправильным. Здесь нужно опираться и на мнение других людей, на мнение профессионалов. Нужно знать, где эти люди, те или иные исполнители работали. Надо просмотреть всю... Весь материал. Весь материал. И тогда, как бы, можно понимать, есть вести... Но я, как бы, сегодня, вот сейчас, сидя здесь, я могу сказать, что, вот, еще раз повторить, что я совершенно безбоязненно могу повезти Феликса Левшица, Ольгу Сендерскую. Я совершенно безбоязненно могу повезти вот этот квартет Мультипиано. То есть, я, как бы, понимаю... Все-таки я немного закончил музыкальную школу, я долго вращался в мире искусства, я, как бы, есть критерии оценки. И я, как бы, понимаю, что вот за этих людей я... Да, не будет стыдно сказать. Да, не будет стыдно. Ну, что же, я думаю, что мы еще раз, потом не раз встретимся, возможно, в этой студии, когда вы уже, как бы, будете приступить к реализации своего проекта. Я надеюсь, что это очень действительно, вы знаете, вот мы и с моим главным редактором Александром Ромкиным тоже говорили перед началом передачи, когда обсуждали тему разговора, и он тоже сказал, что действительно, это очень интересное направление, то, что вы задумали. Ну, мне остается только пожелать вам удачи в этом направлении. Я очень надеюсь, что действительно израильские артисты, израильские исполнители найдут своего зрителя в необъятной России, где огромное количество сценичных. Но если они находят своего зрителя в Южной Америке или в Европе, то в России точно найдут. Я думаю, что мы еще не раз вернемся к этой теме, потому что вы делаете большое и нужное дело, Бронислав. Итак, я еще раз, мы на этом заканчиваем программу. Я напоминаю, что у меня в гостях был продюсер, импресарио, Бронислав Бабинский, вел программу Марк Котлярский. Всего доброго, до следующих встреч в эфире телеканала ИТОН-ТВ.